Я предлагаю долго не тянуть и пойти к гостю, который уже нас ожидает. Я присоединяюсь к твоему предложению. Действительно, еще много важных вопросов, которые нам предстоит обсудить. А у нас сегодня в гостях стоит отметить, находится Саша, кто? Мамбетов Эльмар Изетович, заместитель председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым. Эльмар Изетович, доброе утро. Я так понимаю, что в последнее время очень много поступает вопросов в ваш госкомитет. Расскажите, по каким вообще темам, проблемам обращаются к вам крымчане? И насколько много. Но прежде я бы хотел вас спросить, как началось ваше утро нового дня? Утро нового дня. У всех людей завтрака и сборов на работу. Работа ваша началась сегодня у нас в студии. У вас в студии, да. Эльмар Изетович, ну вот давайте по поводу проблемных вопросов, которые часто приходят в госкомитет. Или у нас сегодня уже не осталось никаких проблем, которые касаются вообще разных национальностей Крыма? Действительно, вы правильно заметили. В Государственный комитет поступает много обращений. Только за прошлый год поступило более 2000 обращений. Это только в рамках тех обращений, которые поступают через нашу приемную. Также это и выездные наши рабочие совещания, в рамках выездных личных приемов граждан. Обращений поступает много. Основная задача, конечно, эти обращения максимально решить, максимально короткие сроки. Но не всегда это получается, потому что мы понимаем, что каждое обращение занимает, и решение данного вопроса занимает определенный процесс времени. Ну, чаще всего, я так полагаю, что каждый вопрос, он еще имеет некий деликатный подтекст и требует индивидуального решения. Однозначно деликатный подтекст, потому что мы со своей стороны, выезжая в те или иные муниципальные образования городских округов и районов, понимаем, что проблемы, на первый взгляд, везде одинаковые. Но когда вникаем в эту проблему, анализируем, то проблема, на самом деле, имеет разный характер, и решение проблем у всех деликатное. Поэтому где-то это просто техприсоединение, допустим, каких-то линий электроснабжения, газоснабжения и так далее. А где-то это полная процедура, начиная еще с проектно-искаческих работ, с разработки. В дальнейшем уже внесением в программу республиканскую адресную инвестиционную, либо федеральную целевую, поэтому... Но у меня здесь возникает встречный вопрос. А разве с этим к вам надо обращаться? Разве вы решаете такие вопросы? Мы на сегодняшний день, как государственный комитет относительно именно объектов федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым, город Севастополь, выступаем в рамках реализации направления 8. Это межнациональное единственное обеспечение. Мы выступаем ответственными исполнителями по всем объектам. На территории Республики Крым нами, как ответственными исполнителями, реализуются 75 объектов. Это как площадные, так и сетевые объекты. Конечно, главный распорядитель бюджетных средств выступает в основном это Министерство строительства и архитектуры Республики Крым. Что касается заказчиков, это подвесное учреждение Министерство строительства и архитектуры Республики Крым, ГКО «Инвестстрой» и противоползневое управление. Вы говорите 70 зданий, правильно я понимаю? 75 на сегодняшних объектов реализуются. Это что за объекты? Это различного рода объекты. Если привести пример, то только в этом году уже строительно-монтажные работы завершены на 13 объектах. Из них это 3 наших площадных объекта и 10 сетевых объектов. Давайте более конкретно. Не очень нам понятно, что значит площадные. Да, площадные. Допустим, строительство 72-квартирного жилого дома в городе Керчь. Объект уже полностью завершен, строительно-монтажные работы завершены. На сегодняшний день, конечно, есть ряд замечаний. Подрядчик со своей стороны эти замечания должен устранить. И в ближайшее время мы будем понимать, что объект будет введен в эксплуатацию. То же самое относительно строительства дошкольных образовательных учреждений на 260 мест в микрорайоне Луговое и в микрорайоне Фонтаны города Симферополя. Также это сетевые объекты, это такие как сети газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, ну и, конечно, канализации. Что позволяет обеспечить на сегодняшний день состояние, вот на 1 августа мы проанализировав, понимаем, что только обеспечением газоснабжения будет порядка 1100 семей. Также 750 семей получат возможность обеспечения водоснабжением. Порядка 400 семей, это у нас идет канализация и 300 семей у нас водоснабжение. Но это все, все эти процедуры, они бесплатные, я так понимаю, для тех граждан, которые относятся к реабилитированным народам? Однозначно, это объекты реализуются, как я и ранее заметил и говорил, в рамках реализации федеральной целевой программы. Ну и выдача квартир тоже. Выдача квартир тоже, поэтому сегодня это 72-квартирный жилой дом в городе Керчь, который мы планируем в этом году ввести в эксплуатацию. Также в этом году мы планируем ввести в эксплуатацию совместно с Министерством строительства и архитектуры Республики Крым два 160-ти квартирных жилых дома в Гвардейском Симферопольского района. Ильма Розетович, к сожалению, осталось буквально 30 секунд. Я прошу вас обратиться к крымчанам, пожелать им хорошего дня сегодня. Ну, хотелось бы, конечно, пожелать крымчанам хорошего, позитивного дня. Мы со своей стороны, как государственный комитет, хочу заверить крымчан, что, учитывая, что у нас только 227 мест компактных проживаний на территории Республики Крым, посетим каждое из мест компактных проживаний, посетим каждый регион, каждый муниципалитет. И в рамках наших выездных рабочих совещаний совместно с коллегами проработаем все вопросы, которые приведут в дальнейшем вводу в эксплуатацию тех или иных объектов и позволят людям уже иметь полноценное как жилье, так и объекты водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, что необходимо в целом для жизни людей. Спасибо большое. Напоминаю, в гостях нашей студии Мамбетов Эльмар Изетович, заместитель председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан. Спасибо вам. И вам спасибо. Ну, а мы предлагаем вам в свою очередь посмотреть нашу следующую рубрику, в которой расскажем, какие же важные события и открытия были сделаны в этот день в разные года.